Здравствуйте, мои дорогие! И сегодня хочу рассказать вам о пустых баночках. Да, наконец-то они у меня накопились и хочу я вам о них рассказать. Поехали! Первый продукт, который закончился, и он, наверное, тут не единственный, дальше еще пойдет, найдем много. Это мицеллярка от Невея. Это самая моя любимая мицеллярка за последнее время. Почему-то я вот только на нее подсела, какие-то у меня другие тоже были, но все равно я возвращаюсь к этой, потому что, ну не знаю, она мне как-то больше всех нравится. Смельчающая мицеллярная вода 3 в 1. Вообще, любимая моя мицеллярочка. Дальше у меня закончился продукты от Londo Professional. Закончились. Это кондиционеры, шампунь, мгновенно восстанавливают поврежденные волосы. Такая вот для поврежденных волос серия, действительно восстанавливают. Наверное, даже лучше моего любимого L'Oréal Professional, который я безумно люблю, который я безумно беру всегда, если он где-то есть. Для меня это было открытием, поэтому если у вас какие-то поврежденные волосы, немножко им не хватает увлажненности, немножко не хватает питания, маски какие-либо не помогают в этом, поэтому я советую вам прибегнуть к вот этой серии, потому что она действительно работает. Очень мне понравились. Так, дальше. Дальше. Это вот совершенно непонятная, необычная новинка от марки Frosch. Frosch. Лягушечка наша любимая. Немецкая, по-моему, это марка. У меня был такой от этой марки очиститель для ванны, для сантехники с виноградной косточкой, по-моему. Он действительно пахнет очень вкусно, он действительно без каких-то химических элементов, то есть довольно натуральный все, но он мне, честно говоря, не понравился. Когда я увидела вот кондиционер, ну, ополаскиватель для белья, кондиционер для белья, я обычно беру либо Ленор, либо, ну, вот какие есть. Ой, пыль полетела. Ну, вот. Я увидела его, думаю, он как-то дешево совершенно стоил, какая-то акция была, думаю, ну, возьму его, попробую. Да, мне не понравился очиститель для ванны, но мало ли понравится вот этот. И он действительно мне понравился. Это самый крутой, как это, концентрированная ополаскиватель для белья свежесть, мягкость и уход с помощью экстрактов хлопка, с помощью натуральных природных компонентов. Безумно крутая вещь, очень мне понравился. Пахнет очень вкусно. Немножко похож на все вот эти Леноры и так далее, вот эти все ополаскиватели по запаху, но белье с ним более мягкое, лучше разглаживается. Даже если оно несколько дней после сушки полежит, нет возможности сразу погладить. Оно обычно засыхает, застывает, его сложно разгладить. С этим этого нет. То есть, ну, конечно, есть, но не в таких проблемных масштабах, как с другими кондиционерами и порошками. То есть, действительно, он и смягчает белье, и запах от него очень сильный. То есть, никакой Ленор, никакой вот другой какой-то кондиционер такого не сделает. Я взяла его совершенно случайно, и теперь я не могу его нигде найти. Видимо, вот эта акция кончилась. Надо пойти, по-моему, в перекрестке вот эти фроши есть, а я брала его, по-моему, в ленте. Вот. Так что присмотритесь. Очень-очень хороший кондиционер для белья. Дальше у меня тут сломавшийся этот Тони Энд Гай. Тут отвалилась вот эта крышечка, к сожалению. Он у нас был в какой-то из коробочек красоты давно-давно. Тони Энд Гай шампунь для блондинок. Это чем-то похож шампунь на мой любимый этот Джон Фрида. Потом еще есть, ну, который вот для блондинистых волос, который поддерживает вот эту светлоту. То есть вот он похож чем-то на Джон Фрида. В принципе, как бы, они по цене, по-моему, одинаковые. По-моему, даже Джон Фрида чуть-чуть подешевле. Вот. Но в целом вот этот тоже очень неплохой. Единственное, вот у меня просто сразу буквально сломалась эта крышка, хотя он открывается вот здесь у него. Открывание вот это идет. А у меня почему-то он сломался. Ну, не важно. Дальше закончился. Вообще, это для мужа я покупала, но у него от этих всех химических вещей. Очень чешется голова. Ну, на самом деле, у многих такая проблема. У меня такой проблемы нет. Поэтому для того, чтобы объем был на волосах, в мужских шампунях содержится меньше ухода. Поэтому он не так утяжеляет волосы. А для обладателей тонких волос, таких как у меня, этот шампунь является таким дополнительным создателем объема, можно сказать. Конечно, незначительно. Все равно я прибегаю к своему любимому такому порошку и щеточке для начеса. Но, тем не менее, очищает он как-то лучше, чем обычные женские шампуни, скажем так. И вот этот именно, вот этот шампунь как-то я взяла, когда стала пользоваться вот этим порошочком. Другие шампуни, его довольно, ну, нормально вымывают из волос, но как-то все равно хочется еще больше свежести на волосах. И вот этот шампунь, он у меня стоял, и я решила его попробовать. Думаю, добью, раз он там уже, там, чуть-чуть оставалось. На три применения мне хватило, безумно такая свежесть на волосах, и очень хорошо вымывает вот этот порошочек для укладки от Готуби. Поэтому, да, вообще к мужским шампуням присмотритесь, они бывают очень хорошими. Вот, дальше закончилась моя любимая кенгурушка, которая у нас попалась в, по-моему, Гламурбэк, во второй Гламурбэк. Надо пойти купить, вы мне сказали, где они продаются, я пойду обязательно куплю и шампунь, и вот эти, как это, трехминутный такой соус-восстановитель, грубо говоря. Очень мне понравилась эта марка, она австралийская, и вот тут нету, а, нет, на русском. Реконструктор волос за три минуты нанесите на чистые влажные волосы, вдохните и насладитесь ароматом, действительно пахнет очень вкусно. Оставь на одну-три минуты, в зависимости от того, насколько интенсивно требуется уход. Вот, смотрите, теплой водой. Очень хорошая, если кто не смотрел видео про Гламурбэк, и не смотрел вообще, не видел вот эти продукты, не пользовался, обязательно попробуйте. Они недорогие, и они очень-очень качественные, очень хорошо восстанавливают волосы, действительно. Дальше у меня закончилась мификойл, сейчас он идет в стеклянной баночке. У меня, моя парикмахер, я говорю, у меня закончилось масло вот это любимое от L'Oreal Professional, и она мне вот достала новое, но сейчас оно уже такое, более, по-моему, большой у него литраж, вот он у меня там стоит, по-моему, оно более большой литраж, и стеклянная бутылка, я в покупках покажу. Вот, и она у меня работает на L'Oreal, поэтому она мне приносит сюда L'Oreal, и поэтому я L'Oreal очень люблю. Масло бомбезное, я на работе всех на него подсадила, все этим маслом пользуются, у всех волосы пахнут одинаково этим маслом. Потому что, не знаю, действительно, это единственное масло, которое не супер жирное и не делает вообще ничего, то есть оно в меру жирное, в меру питательное, в меру интенсивное, не знаю, вот как-то я, это самое первое мое масло было, и все, оно до сих пор мое любимое. Дальше, умывалочка от Biore, очищающий мусс для умывания с увлажняющим эффектом, есть там еще от этой японской марочки для проблемной кожи, такой зелененький, вот у них два вида умывалочки есть. Вот, у меня закончилась эта, сейчас у меня еще одна такая стоит, я на нее подсела, она круче Clorance умывалки, круче поет умывалки, пропеллер, да, ну пропеллер нужно использовать, когда такие проблемы на коже, вот, то есть она очень хорошо такой легкой пеной снимает, и, конечно, лучше Блиса. Блис тоже у него есть очень много умывалок пеной, но которые вообще ничего не делают, но они какую-то часть загрязнений снимают, но в поры они не залезают, вот это да залезает даже в поры, очень хорошее, присмотритесь, если у кого нет. Дальше такой вот дав тоже, по-моему, это из Glamour Back у нас попался, он со скрабирующими частичками, действительно он хороший, то есть не нужно будет, не нужно использовать сначала скраб, потом какой-то увлажняющий лосьон и так далее, он сразу как бы два в одном, да, не настолько интенсивно, как если бы вы воспользовались только скрабом, отдраили себе все тело, ну вот. Вот это такое вот для поддержания такого, такой мягкости кожи, постоянное отшелушивание, скажем так, омертвевших клеток каждый день, то есть для поддержания очень даже, ну и запах, конечно, классический, да, очень люблю их запах. Дальше от Nivea шампунь, тут там что-то пылью у меня все покрылось, потому что я коплю баночки очень-очень долго, у меня очень мало что заканчивается, в основном у меня заканчивается, как видите, уходовая косметика, то есть декоративки у меня здесь только лаки, вот. Вот, у меня декоративка вообще не заканчивается никогда, по-моему. Вот, дальше Nivea, это был куплен просто, чтобы мыть волосы, вот, то есть если уход, вот, пожалуйста, вот такой берите, если вы мыть волосы, вот такой вот, мужские, вот такие, да. Так что, ну, в целом неплохой. Дальше мыло закончилось, мыло закончилось от Beauty Blender, для Beauty Blender надо купить все-таки, хотя, в принципе, при правильном, кстати, видео отдельно у меня о Beauty Blender, я не знаю, видите вы, пыль у меня, видите вы, у меня тут пыль летает или нет, но она летает. Вот, про Beauty Blender у меня есть отдельное видео, так что посмотрите, и вот от него, кстати, кончилось мыло, но при правильном, при правильных действиях, при правильном сжимании его в руках он очищается хорошо и с обычным мылом, поэтому это, в принципе, не обязательно покупать. Дальше закончилось любимое мыло, которое я все время беру в Стокмане, от швейцарской марки, даже не знаю, как она называется, его безумно вкусно пахнет и очень хорошо очищает руки, и все время беру, оно по 100 рублей там стоит, и в отделе косметики всегда я его там беру. Ополаскивается для рта от президента, и такая вот у меня давно-давно была, сейчас я попробую, надо как-то, конечно, заранее пыль снимать, а то оно все такое пыльное. Вот, давно-давно мне подружка дарила марку Коррес, вот этот лосьон для тела, она привозила его из Греции, она живет в Греции, а так как марка Коррес, в принципе, греческая, поэтому оттуда она точно правильный Коррес привезла. Не знаю, какой стоит у нас Блетуали, не могу сказать настоящий, не настоящий, ну, наверное, настоящий, но из Греции сам Бог велел привезти Коррес. Очень вкусный запах и очень хорошее увлажнение. Да, у нас не очень дешево стоят эти крема, вообще эта косметика, даже там обычное мыло, оно стоит там рублей 400, а вот гелия и всякие крема и лосьоны, они, конечно, подороже стоят. Но, тем не менее, стоит присмотреться, потому что очень хорошее увлажнение и очень вкусный запах. Вот у этого какой-то запах то ли дыни, то ли чего, но очень похож, тут дыни нету. И Коррес марка, она супер натуральна, она без парабенов, без силиконов, без всяких сульфатов и так далее. То есть, вот кто по натуральной косметике любит, а вот белый чай, бергамот, фрезия, вот фрезия, наверное, вот очень пахнет вкусно. Да, нет, дыни не пахнет, но вот очень-очень вкусно пахнет. Вот именно к такому присмотритесь, это лосьон для тела, очень хороший, мне очень понравился, но, к сожалению, кончился. Дальше кончился мой All About Eyes от Clinique, карандашик, крем, крем под глаза, да, он у меня кончился, то есть все, я его до дна вымазала. Сейчас я пользуюсь под глаза обычным дневным кремом для всех типов кожи от Clorans, какой-то он, не помню, в белой баночке у меня. Вот, им пользуюсь, в целом нормально, но, конечно, хочу еще раз приобрести отдельное видео по вот этому кремчику, у меня тоже есть. Их там видов три, наверное, у Clinique, вот этот мне нравится больше всех, вернее, я его единственное пробовала, он мне очень подошел. All About Eyes отдельное видео у меня есть, если интересно, посмотрите, но многие уже купили и тоже довольны. Дальше, Enprani, очень хороший крем, действительно, у меня он попался дважды в коробочках, действительно, такой вот корейский хороший крем, но мне кажется, что он, я в коробочках о нем говорила, мне кажется, что там какая-то спиртовая штучка какая-то, отдушка содержится, не отдушка, а вот спиртовой состав какой-то, потому что он немножко подсушивает кожу, вот для проблемной кожи, мне кажется, он хорошо. Он довольно легкий, он очень быстро впитывается, такой вот он Aqua, что-то, Super Aqua крем. Он очень быстро впитывается, круто очень идет под макияж, но вот немножко вот эта спиртинка, она немножко подсушивает кожу, вот для проблемной кожи будет вообще во. Дальше сыворотка, обе сыворотки, вторая у меня там, сыворотка, пробнички сыворотки от Clinique Smart. Сейчас они выходят еще сыворотки под глаза и еще какие-то, а крема вот тоже этой серии Smart выходят. Вот присмотритесь, очень многим не понравилось, но я надеюсь, в свою армию любителей сыворотки Clinique как можно людей больше завлечь, потому что действительно мне очень подошел, очень многим не подошел. Я не понимаю, почему очень много сывороток я перепробовала, это единственная, которая просто работает идеально. Она на третий день мне убирает все, что можно убрать с лица, все, что плохое на лице. То есть с ней даже не нужно особенно ухода такого, то есть скрабирования, какого-то очищения глубокого. Она делает так, что поры даже не засоряются. То есть вот, не знаю, на мне она очень круто работает, на многих она вот посредственно работает или не работает вообще, или работает в плохую сторону. Но на мне она потрясающе работает. У меня была полная версия, и вот сейчас у меня еще две таких миниатюрки тоже закончились. Я плачу, потому что надо покупать. Дальше тоже в коробочках попала свиледа, хочу о ней сказать. С веледой у меня это масло лавандовое. Лаванду не очень люблю, и с веледой тоже дружу так 50-50. Но если вы увидите вот это масло, если вы не знаете про веледу, если боитесь брать, все равно берите. Вот это именно масло для лавандовое. Оно вообще для тела, но я его лила в ванну. То есть вот когда принимаешь в ванну, безумный вкусный аромат лаванды. Я не фанат любителя лаванды, не фанат запаха лаванды, но я просто тащилась от этого запаха. Оно очень хорошо растворяется в воде, очень хорошо увлажняет кожу. То есть вот такое масло для ванны. Оно не для ванны, оно для тела. Но так как я на тело вот запах, в принципе, такой будет у меня слишком яркий, я не хотела его чувствовать у себя на теле. Поэтому я налила в ванну и не прогадала. Во, очень-очень хорошая вещь. Дальше закончились Эсси. Давно они у меня уже закончились. Просто они лежали в этом лочном бункере, где много-много лаков. Вот. Russian Roulette, мой любимый классический красный от Эсси. Вообще я действительно фанат Эсси. Я поняла, что у меня очень много лаков Эсси. И все время, где я иду, если где-то есть лаки, я все время ищу Эсси, подхожу только к их стенду и беру только их лаки. Не знаю, как-то они мне вот просто больше всех нравятся. И по форме, и по кисти, и по... Как они держатся долго, и по цветовой гамме. То есть, ну, не знаю, для меня вот это идеальные лаки. Единственное, вот это финиш... Нет, это база, база отбеливающая. Лучше не брать. Million Nails. Ну, она нормальная, но так. Вот это вообще, вот это отбеливающая. По-моему, вот это не отбеливающая, а вот это отбеливающая. Она вот такого фиолетового подтона, но она очень красивый, дает нюдовый оттенок на ногтях. Очень можно ее даже не покрывать каким-то лаком, если желтизны ногти не имеют. Очень красиво смотрится. Называется BIMAP, но нигде ее найти не могу. Надо в интернете, наверное, заказывать, потому что где есть корнеры Essie, нигде нету теперь этой базы. Очень посмотрите, присмотритесь. Она единственная вот такая фиолетовая, сиреневая такая. Очень красиво смотрится, даже без лака на ногтях. И действие очень хорошее. Вот. И дальше. Такой совсем уже замученной жизнью у меня второй есть. От Clorans. Это ночной крем тоже для всех типов кожи. Я отдельное видео про Clorans у меня тоже есть. Так что посмотрите. Вот. Хороший крем. Люблю его. Вот сейчас у меня второй тюбичек. Пользуюсь с удовольствием. Купила целый набор для всех типов кожи. Дальше. У меня тут что-то вытекло, поэтому немножко некрасиво выглядит. Что-то у меня тут вытекло. Вот эта штука, наверное, вытекла, как ее от Tony & Guy. Я хочу сказать отдельное. Это последний продукт. Отдельное про вот это слово, про лак для волос. Это Schwarzkopf Osses Glamination Osses Plus. Если вам нужна фиксация волос с лаком для волос без склеивания, обратите внимание на вот этот лак. Еще есть лаки Matrix. На черном фоне у них красными буквами написано Matrix. Я не знаю, единственные у них лаки в этой серии или нет. Но вот они тоже не склеивают волосы. Это вот единственные лаки, которые вообще не склеивают волосы. То есть вот, которые я попробовала. Потрясающий кончился, миниатюрка была. Сейчас у меня мои любимые финессы. Они склеивают волосы, но не так сильно. А вот этот вообще не склеивает. Вот вообще не склеивает. Но и держит в целом нормально, но не так, конечно, как те, которые склеивают. Так что тут надо выбирать. Но вот он хорошо. Вот у кого не особо фиксация нужна сильная, присмотритесь. Вот, все, это все пустые баночки. Ой, у меня тут пыль летает. Я извиняюсь. У меня все время, они уже пылятся, потому что они месяцами собираются. Все, всем спасибо за внимание. Ставьте комментарии, подписывайтесь. И пока-пока.